Исполнился год со дня смерти известного в Атраусском регионе человека, члена Союза журналистов Республики Казахстан, деятеля культуры Республики Казахстан Абата Кинджагалеева. Он внес неоценимый вклад в популяризацию национальных традиций и обычаев, которые передавались из поколения в поколение незапамятных времен. О нашем земляке, проявившем большое мастерство в изучении национального самосознания, языка, менталитета и религии, участвовавшей в координации работы СМИ, смотрите в следующем сюжете. Абат Кинджагалеев родился 20 января 1942 года в селе имени Хамита Иргалеева из Атайского района. После окончания средней школы начал трудовую деятельность Чабано. Позже поступил в Атараусский педагогический институт. Он активно участвовал в историко-культурной и научной жизни страны. Молодой специалист, успешно окончивший вуз, в середине 60-х годов работал в Магисталовской области. С честью служил в районных партийных организациях. В 1988 году руководил группой лекторов в Атараусском обкоме партии. Далее трудился в Центре народного творчества, где посвятил государственной службе около 40 лет своей трудовой деятельности. Он также был постоянным гостем на телеканале Атараус в историко-культурных программах, где делился знаниями о традициях, обычаях и других национальных ценностях. Тема наших обсуждений – это природа казахской степи, положение людей, живущих там, проявление милосердия по отношению к другим. В той среде, где я рос, ценили такие человеческие качества, как уважение к старшим, заботу о младших, скромность и доброту. Меня заинтересовал Атараусский педагогический институт, потому что здесь было объединение студентов-поэтов. В свое время его возглавлял видный мастер Перабер Каир Аманшин. Из этих стен вышли многие великие поэты. Я восхищался ими и сам тоже хотел стать таким же поэтом. Мои стихи публиковались на страницах прессы. Вот я и поступил сюда, на факультет казахского языка и литературы. Не жалею об этом. Может, было бы лучше, если бы я выбрал сельскохозяйственную отрасль. Но сейчас я благодарен судьбе за то, что стал литератором, поэтом, педагогом. Эта профессия соответствует моему характеру. Абат Кенжи Галилы, обладающий высоким интеллектом и спокойным характером, уважал своих коллег и сам пользовался среди них большим авторитетом. Видная личность, всю свою жизнь посвятил развитию культуры, оставив после себя богатое творческое наследие. Сборник Асламура, в котором по-новому изучены и обобщены традиции и обычаи казахов, имеет большое познавательное значение. Его книги «Олодала лагатэ», «Радамдаглармен» «Жанамдаглар» также являются ценными творческими произведениями. Об Абате Кенжи Галилы можно говорить много. Он участвовал в мероприятиях клуба «Ильсана», исследовал народное прикладное искусство и внес свой вклад в его популяризацию, изучал народные традиции и обычаи. И все свои труды Абат Кенжи Галилы старался донести до народа. В клубе «Ильсана» есть площадка под названием «Голос предков», и он был в числе почетных аксакалов. Абат Кенжи Галилы – человек большой культуры и доброты. Он – пример человечности. Несмотря на то, что сейчас его нет рядом с нами, его творения оставили след в сердцах многих людей. Имя человека, который посвятил полвека своей жизни и трудовой деятельности, развитию нашего региона, навсегда останется в памяти народа. Аканы Игла Майбек Галилы Мужанар Сағыныш Казателеканал Атырау.